Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами панель управления конструктором InPage Cloud Service. Панель инструментов – это основной элемент нашего конструктора. Она у нас замечательная, плавающая. Можно всегда перенести ее туда, где она не будет мешать вашей работе. Развернуть, чтобы выбрать нужный модуль «Блок». Или свернуть для освобождения места. Теперь покажу, из каких элементов она состоит. В панели есть пять вкладок с инструментами. Сверху справа зеленая кнопка «Опубликовать». С ее помощью вы сможете опубликовать все произведенные вами изменения. И только после нажатия на эту кнопку изменения станут видны в интернете. Ниже вкладок расположена панель подсказок, на которой отражаются ваши действия и высвечиваются подсказки, что надо или что можно сделать дальше. Под панелью подсказок расположено нижнее меню, где очень важные вкладки с необходимыми функциями, которые мы тоже рассмотрим позже. Теперь подробнее о вкладках. Их пять. Первая вкладка – «Модули». Из них мы будем создавать сайты, как из кирпичиков конструктора Lego. Они позволят адаптировать любой выбранный вами шаблон под себя и свои нужды. Дизайн. Вторая вкладка. Отвечает за оформление и внешний вид вашего сайта. Возможность этой вкладки позволяет сделать ваш сайт индивидуальным, эксклюзивным, не похожим на другие сайты. Итак, начнем сначала. Поговорим подробнее о вкладке «Модули». Надо нажать на вкладку, чтобы ее активировать. Во вкладке «Модули» находится 18 блоков модулей, из которых и создаются сайты. Первый и, наверное, самый функциональный модуль-блок – это текст и графика. С его помощью можно написать текст и вставить картинки на сайт. А это самый распространенный вид информации на сайтах. Часто любую информацию на сайте называют по-другому – контент. Второй модуль – видео. С его помощью можно вставить на сайт видеоролики. Третий модуль – слайд-шоу или слайдер. Это когда картинки или фотографии перелистываются сами друг за другом в определенном порядке. Четвертый модуль – галерея изображений. Он похож на слайд-шоу, но на сайт выкладываются картинки или фотографии в виде альбома. Только его перелистывают сами посетители сайта. Пятый модуль – блок. Не путать с блоком. Блок – это любой модуль сайта, а блог – это дневник в интернете. Наш модуль позволит вам на страницах сайта создать новостной блок или статьи, где новая информация будет сменять старую. А старая будет откладываться на предыдущих листах. Причем вы можете сами решать, что будет видеть на сайте ваш посетитель сразу, а что он увидит только тогда, когда нажмет на надпись «Подробнее». Шестой модуль – онлайн-магазин и седьмой модуль «Корзина» – это элементы интернет-магазина, которые вы тоже сможете сделать. Восьмой модуль – «Карта». Этот модуль поможет вашим посетителям правильно определить ваше местонахождение в реальной жизни. Девятый модуль – «Комментарии». Он позволит вашим посетителям оставлять свои комментарии на страницах сайта. Десятый модуль – «Контактная форма». В ней ваши посетители смогут оставлять свои комментарии, пожелания, советы и рекомендации, но для этого им придется внести в форму свои данные – фамилии, имя, отчество, адрес электронной почты, скайп и многие другие. Те, которые укажете вы. Этот модуль может стать элементом для создания вашей базы клиентов и партнерам. Одиннадцатый модуль – «Поделиться». Он поможет создать вирусный эффект распространения информации о вас и вашем сайте в интернете с помощью социальных сетей. Как с ним работать, я покажу в следующих уроках. Двенадцатый модуль. «Рекламный блог». Он поможет вам размещать рекламную информацию на вашем сайте. Тринадцатый модуль. «Поиск». Позволит быстро находить нужную информацию. Четырнадцатый модуль. «Меню». Он позволяет переходить с одной страницы сайта на другую. Пятнадцатый модуль. «Строка навигации». Позволяет ориентироваться вашим посетителям сайта, где они находятся. Шестнадцатый модуль. «Баннер». Баннером называют большую картинку, которая, как правило, отображается сверху на всех страницах сайта. Обычно такая картинка отображает тематику сайта. Этот модуль на сайте можно использовать только один раз. Семнадцатый модуль. «Логотип сайта». Он отображается часто на баннере. А когда баннер на сайте не используют, тогда и применяют этот модуль. Восемнадцатый модуль. «Модуль скрипт». Это очень важный модуль. А расположен он в самом конце, потому что он самый сложный в применении. Особенно для тех, кто не знает языков программирования. С помощью модуля «Скрипт» можно сделать очень много нужных элементов и функций на свой сайт. Но для этого надо знать языки программирования.